Чистка пищевой содой от паразитов. Для борьбы с арскоридами и острийцами применяют аминную щелочь пеперозин, дополняя его клизмами пищевой соды. Это Машковский лекарственные средства, тон 2, страница 366-367. В основе многих желудочно-кишечных заболеваний, вздутия, поноса, несварения, тошнота, рвота, боли в животе, болезни органов дыхания от ОРЗ до воспаления легких, болезни нервной системы от беспричинного раздражения, головных болей, головокружения до нервных тиков и даже эпилептических припадков, Синдрома хронической усталости, аллергических реакций в форме кожных высыпаний, а также многих иных нарушений часто являются заражения глистами и простейшими паразитами. Как правило, они работают в содружестве, образуя благоприятную среду для своего размножения и процветания. Например, грибки и вредные микробы образуют в кишечнике скопление слизи, в которой живут глисты. Слизистая пробка позволяет фиксироваться паразитам и не вымываться вместе с кишечным содержимым, а также успешно противостоять противоприменению различных глистогонных средств. Картина по изгнанию паразитов существенно меняется, если применяются средства, которые восстанавливают нормальную PH в кишечнике. Как нам известно из предыдущего, она нормальная, толстая в кишечнике, сильно щелочная, 8,5-9 PH. А при бродильной диспепсии, которая возникает от развития вредной микрофлоры и грибков, она становится резко кислой, PH менее 5,5. Поэтому важно восстановить щелочную среду, чтобы лишить паразитов условий для развития и размножения. И в качестве противопаразитарного средства мы используем водный раствор пищевой соды, который вводят в кишечник с помощью клизмы. Предположительно, раствор пищевой соды вызывает у глистов нервно-мышечную релаксацию и они открепляются от слизистой кишечника, частично самоперевариваются, а частично вымываются во время очистительных процедур. Возможно, раствор пищевой соды способствует растворению и разжижению слизи на внутренней поверхности кишечника. При этом глисты, обычно глубоко внедрившиеся в слизистую кишечника, лишаются привычной среды обитания и защиты. Их нежные тельца становятся подверженными губительному воздействию водного раствора пищевой соды, в результате чего они погибают. И кстати, свойства глистов глубоко внедряться в слизистую кишечника объясняют тот факт, что медикаментозные инородные средства, принимаемые через рот, действуют на них очень слабо или совсем не действуют. Сам метод заключается в том, что 20-30 граммов порошка пищевой соды растворяют в литры теплой воды температурой 38-42 градусов. Этот раствор вводят в кишечник с помощью клизмы, но перед этим делают обычную 2-литровую очистительную клизму. Это создаст благоприятные условия для беспрепятственного достижения стодового раствора вместо слизистой пробки с паразитами. Итак, после очистительной клизмы делаем противопаразитарную и задерживаем ее в кишечнике на полчаса. Это идеально время и не беда, что в начале может быть и меньше, зато дальше получится наверняка. После опорожнения кишечника повторно ставят очистительную клизму. Противопаразитарные процедуры из трех клизм очистительной, противопаразитарной и вновь очистительной выполняют через день. Курс лечения от 8 до 12 процедур. Далее курс можно повторять. Выход бурой, желтой, стекловидной слизи, а тем более тел паразитов указывает на успешный результат. Так можно ориентироваться, сколько процедур потребуется. Что касается побочных эффектов описанного изгнания глистов, то они не наблюдались. Метод хорошо переносится больными и весьма нагляден сам по себе. А противовоспалительные действия раствора пищевой соды дополнительно способствуют ранозаживлению в местах открепления глистов от слизистой кишечника. Важно отметить, что по указанной методике происходит очищение от дисбактериоза и глистов полости кишечника. Однако организм останется ими заражен на уровне тканей, личинками и спорами. Поэтому противопаразитарное лечение следует проводить регулярно через два месяца в течение года, а в дальнейшем весной и осенью. И уже по его наглядным результатам ориентироваться. Человек постоянно контактирует с паразитами и заражение ими может произойти в любое время. А цикл размножения от личинок до взрослых глистов, например аскорид, в организме может длиться 9 месяцев. Пример. Женщине 36 лет. В течение последних 5 лет она страдает заболеваниями, причина которых непонятна. Энцефалопатия, мигренеобразные головные боли, головокружение, периодически возникающие анемения пальцев рук, повышенная утомляемость и повышенная раздражительность. Непонятные потери сознания. Лечилась амбулаторно и стационарно, но улучшение было незначительным и носило временный характер. После лечения появились желудочно-кишечные расстройства. Запоры чередовались с поносами, метеоризм, урчание в животе, которые лишь ухудшили состояние. Было предложено вышеописанное противопаразитарное лечение с помощью пищевой соды. И уже после проведения первой процедуры вышло большое количество слизи оранжевого цвета, один круглый червь длиной 10 см и в небольшом количестве острицы. Слизистая пробка это колонии грибков, микробов, которые тормозят проход содержимого по кишечнику и создают благоприятные условия для размножения листов. Естественно, среда там изменена, отлично от нормальной и важно ее вновь вернуть к норме. После выполнения второй процедуры, проведенной через день, вышел плотный клубок червей объемом со стакан. Черви были от 2 до 20 см длиной, имели неровную и бугристую поверхность с перемежающимися участками сужений и расширений различного диаметра от 0,3 до 2 см. Примерно такая же картина наблюдалась после третьей, четвертой, пятой процедур. Черви выходили большими клубками, по стакану и более, а дременно с ними вышло большое количество слизи. После шестой процедуры количество червей резко сократилось, а после седьмой и восьмой процедур вышла только слизь. По мере очищения организма от паразитов, состояние больной стало улучшаться на глазах. Артериальное давление нормализовалось, исчезла раздражительность, прошла головная боль и головокружение. Нормализовалась работа пищеварительной системы. Пример. Мужчина 42 года. В течение последних 4 лет лечился амбулаторно и стационарно по поводу хронических аллергических реакций в виде кожных высыпаний, периодически возникающих на лице и верхней половине туловища. Поиски аллергена не увенчались успехом. Лечился традиционными препаратами, но улучшений не было. Пробы на обнаружение яйца глистов не обнаружены. Мужчина прошел курс из 10 процедур, во время которых вышло большое количество слизи и клубки червей. Особенно большое количество червей и слизи вышло с третьей по седьмую процедуру. Далее количество их значительно сократилось, а после десятой процедуры вышло лишь небольшое количество слизи. Червей не было. По мере выполнения процедур состояние больного улучшалось, кожные высыпания исчезли. Самочувствие хорошее, рецидивов нет. Пример. Мужчина 55 лет. На протяжении последних 6 лет был упадок сил, головокружение, развился дисбактериоз, появился артрит правого коленного сустава. Лечился амбулаторно и стационарно безрезультатно. Прошел курс очищения от паразитов из 8 процедур. После первой процедуры вышло незначительное количество астриз. После второй слиз в небольшом количестве и из студениста бугристый клубок червей. А вот после третьей процедуры клесты повалили клубками, величиной со стакан. Все это сопровождалось выходом большого количества слизи оранжевого цвета. И только после седьмой и восьмой процедуры вышло большое количество слизи без червей. По мере изгнания гельминта в состоянии больного постепенно улучшалось. Исчезли желудочно-кишечные расстройства, боли в коленном суставе прекратились, появилась сила и бодрость.